итак ребяточки едем на работу 12.45 12.45 8 градусов пока у меня есть настроение у меня ну вот не всегда я так долго там уже снимать пока есть силы и желания энергия что-то сказать сейчас немножко отдохнула прослушала еще одну серию видео марина лайф лох но там расскажу как кому интересно ситуация такая в общем девушка встречалась с парнем 20 плюс или под 30 им обоим молодые и она его не выбрала они с ним расстались это у нее или скучный листок не выбрала на его связалась как бы с таким как бы смазливеньким красивеньким ну как бы следующий ее парень которого может быть она выбрала или они оба выбрали соседская машина лексус они не наверно это уборщица к ним по наследству перешла это уборщица джейн может им тоже нужно уборщица может она по вторникам это или их машина соседей или уборщицы классно когда уборщица может ездить на лексусе не важно сколько ему лет сам факт марина лайф лох рассказывай в лох в лох вообще надо лог я так не говорю там не мой акцент лох расскажет нам такой короче девушка не выбрала этого первого своего парня вы связалась со вторым ну и наверно не очень нравился что она решила от него забеременеть даже попробовать короче забеременеть от него даже не обсуждая эту тему с ним и так очень несправедливо всегда нужно все обсуждать ну разве что если вы в браке и ваш муж там не хочет второго или третьего ребенка вы очень хотите то я считаю нужно нужно беременеть и рожать вопреки его нежеланию потому что вы в браке вы защищены мало ли что у него там за жизнь рожать захочет еще детей а у нас и девушек у вас у нас у всех лимиты там ограниченное время это девушка очень хочет она должна родить столько сколько сколько столько детей сколько она хочет и считать нужным сколько у нее сил воспитать она хочет больше одного я в браке допускаю инициативу женскую в таком случае хотя я так не делала я могла бы так делать но я так не делала я считаю это несправедливо по отношению к мужу но в то же время что что может быть это было бы было и ошибкой так не делать а надо было так делать если например хотела второго ребенка все равно случить слишком очень хочешь что всех родив всех воспитающим до штук главное желание девушка чокина бежит короче все же думаете вы уже поняли от 2 она забеременела против его против они не обсуждали это она по своей инициативе думала мне очень не нравится это выражение взять на пузо мне очень не нравится ну как бы думала она его привяжет беременностью она его не привязала и они расстались он возмущался он там наверное и говорил безответственные поэтому я научу что если ты в отношениях то есть все вот это взрослые дела взрослая жизнь должна быть в отношениях не одноразовые какие-то там встречи а потом дети по всему миру как говорят а а в отношениях когда ты в отношениях ты более защищен она более защищена если случается беременность вы в любящих отношениях выражать этого ребенка детей сколько захотите и все как вам справедливо и хорошо ну вот они были в отношениях но но получается она с ним не обсудила эти важные детали не пропускают особо много машин а это стоит мешает выехать ну и смотрите что получается она беременна это была уже история несколько лет это история на канале марина на марина лайф влог собрала 50 тысяч просмотров просмотров набирает просмотров ну вот этот второй ее 2 2 2 не считать нужным брать ответственность расстается с ней второй безответственный а первый он всегда ее любил хотел с ней быть вместе все же вы думаете возвращается она к первому саму жениху и он ее беременную принимают беременную от второго и его ребенок потому что он ее любил и всегда всегда был хотел быть с ней как я к этому отношусь я отношусь к этому нормально если он ее очень любил и любит и она да она его предала да это очень обидно и горько но если у него к ней чувства сердце не прикажешь там марина на своем канале в этой истории рассуждает вот не нужно быть там оленями лохом или тюленем кем там короче говорят олень глупцом не нужно быть глупцом не нужно это не твой ребенок она предала один раз предаст еще раз не факт не обязательно может она повзрослела помудрела поняла что вот этот любил ее и по-настоящему ее принимает во всех радостях и горестях во всех проблемах ситуациях жизненных она бред ну вот если у вас у мамы сыновей вот представьте ваш сын встречался с девушкой она его не выбрала она выбрала кого-то другого кандидат номер два потом она от него забеременела он ребенка не хотел она с ним рассталась и теперь ей рожать мы уже родили это было пять лет назад она ребенку уже пять лет как бы вы как мама ваш сын вот кандидат номер один она возвращается к нему беременна от другого как бы я как мама я не на западе понимаете ребяточки на западе не лезут личную жизнь детей не не в чью вообще личную жизнь никто не лезет каждый решает сам за себя как он решил я конечно не хотела бы такого для ней сена для нашего сына но если такая жизненная ситуация случается ну было бы хорошо если бы у них еще совместный ребенок родился как мне как маме но это не значит чтобы я был там как-то не не равны не в равной степени любила этих бог вначале детей там от от чужого парня от ней сена ну это дети из дети причем здесь они они не виноваты в этом что они зачались родились и поэтому я бы не вмешивалась и это личная жизнь например моего наисона нашего сына и и как он решит если он принимает эту девушку беременную не от него и вдруг они решат еще ребеночка родить совместного я была бы очень рада но я бы не дискриминировала никогда что вот это родной внучок или внучка это а это от другого я бы никогда не дискриминировала я бы к ним в ранной степени относилась и понимала в жизни все бывает как вы считаете ребяточки я бы не вмешивалась я бы не диктовала не указывала что делать сами разберутся сами разберутся сами решат если он не принимает беременную другого и хотят они строить новую семью вместе и он верит есть что она больше не предаст это их личная жизнь личный выбор если она и предаст он еще раз поймет на своих ошибках как бы я не я бы не лезла и не советовала просто сказать решай сам есть чувствование у тебя к ней береги эту любовь если мы будем верить что она не придаст тебя снова например так бы я говорила все чувства чувства прежде всего то он может знать ее любить одну вот эту наибольшую потом все другие не такие вы понимаете также в жизни часто бывает и потом может человек парень не устроит личную жизнь даже у него чувства к этой навсегда хоть она беременна другого все бывает поэтому указывать не стоит никому ничего диктовать каждый сам себя порешать личную жизнь счити что вы думаете по этому поводу как бы вы поступили если бы вы были мамой этого парня номер один которого первый раз не выбрала девушка потом вернулась нему беременного беременно авторова и у нее принял и простил как бы вы реагировали вы бы отговаривали своего сына с ней вмешиваться или бы не лезли как я спасибо огромное ребятки за все ваши лайки подписки и и добрый комментарий комментарий